Привет, я Саня и сегодня мы кое-что зальем. Заливать мы, конечно же, будем мыло, очень милое мыло, но перед тем, как начать, я агрессивно прошу вас подписаться на мой блог и мой телеграм, ну а мы приступим. Сегодня у меня в руках форма единорог-ванилька, это форма без разреза, но все детали хорошо видны, поэтому будем мучить ее с помощью пипетки. Для начала я расплавила белую основу и окрасила ее в нежно-розовый цвет, я хочу выделить сердечки на копытцах нашей рогатой лошадки, их, конечно же, можно раскрасить позже или вообще не раскрашивать, ну думайте сами, как вам больше нравится. Я же, аккуратно и не торопясь, заполняю сердца на копытцах розовой основой. И, кстати, вы у меня часто спрашиваете, Саша, а почему ты так медленно работаешь с пипеткой и основа не застывает, мол, у других основа застывает в пипетке буквально сразу же. Да, такое бывает. И тут все дело в самой основе, у меня медленно застывающее. Да, мыло с ней делать подольше, потому что она в целом застывает дольше. Чем из основы, скажем, линейки PRO. Но зато я могу не торопясь работать с пипеткой и не беситься, что у меня там что-то не получается, и она слишком быстрая, а я слишком медленная. Именно поэтому для себя я выбрала основу SOPTIMA или SOPTIMA. У меня базовая, обычная такая синяя полосочка, и она очень медленно застывает, короче, рекомендую. После того, как все сердечки заполнены, я промываю пипетку в горячей воде. Это, кстати, лайфхак, чтобы основа там не застывала и пипетки не нужно было выбрасывать. Просто ставите рядом стакан с горячей водой и промываете ее. И все, пипеточка как новая. Короче, я расплавила белую основу и смешала новый цвет. Я захотела выделить пару прядок на гриве и хвостике ванильки, поэтому я добавила голубой пигмент. И аккуратно с помощью пипетки заполняю случайную прядь на голове единорожки и такую же небольшую прядь на хвостике. Если у вас что-то зальется не туда, не паникуйте. И не пытайтесь сразу же все исправить, вы только все испортите. Подождите, пока основа застынет. И потом уже почистите лишнее с помощью зубочистки. Не торопитесь, делайте все аккуратненько. В оставшуюся голубую основу я добавила красный пигмент, чтобы получить фиолетовый цвет. Ими я выделю соседнюю прядку. В целом можно все прядки выделить разными цветами, и это будет очень круто. Но я решила схалтурить и выделить только две. Две на голове и две на хвостике. Остальную гриву я заполню той самой основой, которой мы заполняли сердечки. Конечно же за это время она успела загустеть, и я ее немножечко разогрела. На форме, кстати, очень хорошо видны рельефы волос, поэтому промазать очень сложно. Но если вы умудрились, не паникуйте, вспоминайте то, что я говорила про зубочистку. Когда все волосы на голове и хвостики единорога окрашены, я плавлю новую порцию белой основы. Это будет основной цвет мыла, и я очень хочу белую лошадку. Но вспоминаем то, что я бубню буквально в каждом видео, про то, что мы не используем чисто белую основу, чтобы не получить эффект пластика. Нужно добавить каплю желтого пигмента, или не желтого, любого другого, лишь бы был какой-то подтон. Я добавила желтый, чтобы получить такой красивый молочный цвет. Туда же мы добавляем одушку. Все хорошо перемешиваем и не заливаем форму. Почему, спросите вы? Потому что основа еще слишком горячая, и она может растопить все наши труды. Нужно подождать рабочую температуру. А как понять, что основа стала рабочей? Ну, во-первых, стакан перестал обжигать вам пальцы. А во-вторых, на самой основе появилась такая тонкая пленочка. Значит, пора лить. Но перед этим не забываем процарапать весь первый слой и сбрызнуть его спиртом. Это нужно, чтобы все хорошенечко скрепилось. Также я покажу вам, что делать, если вы параноик, как и я. И боитесь расплавить первый слой. Значит, берем основу, чуть-чуть наливаем форму, прокатываем и сливаем. Все как в мраморной заливке. Таким образом мы создаем еще один такой тонкий слой, который должен уберечь наше мыло. Также я очень советую в рог потыкать палкой, потому что туда может попасть воздух. И чтобы этого не случилось, нужно немножечко простучать. И уже после всех этих махинаций, наконец-то, можно залить основу до конца формы. И ждать уже полного застывания. С моей основой это примерно минут 30-40. После полного застывания аккуратно извлекаем мыло из формы, смотрим на него и восхищаемся его милотой. Но мне кажется, чего-то не хватает. Конечно же, нам не хватает глаз, а значит пришло время мыльного макияжа. Я покажу вам один вариант рисовки глаз. Но если что, в моем закрытом клубе ВКонтакте есть подробное видео с разными вариантами рисовок. Я, в общем-то, ни на что не намекаю, но жду вас там, в общем-то, агрессивно жду. Итак, для этого этапа нам потребуется акрил, первомутр, тонкая кисть и, конечно же, ручки. Глазки у ванильки будут голубые. Поэтому я беру кисть и наношу голубой акрил по краюшку глаза. Серединку в целом можно не закрашивать. Там будет большущий такой зрачок. Его мы нарисуем черным акрилом. Я в последнее время очень люблю рисовать глазки в кучку. Мне кажется, это очень милым. Именно поэтому я рисую большие такие зрачки в кучку. Чем больше зрачок, тем лучше, чтобы прям как у котиков было. И если вдруг вы мазнете акрилом, где-то не там, не торопитесь сразу же размазывать акрил по мылу. Акрил вообще имеет такое свойство высыхать и становиться пленочкой. И его будет очень просто убрать зубочисткой, когда он застынет. Поэтому не торопитесь, подождите, пока он застынет. А зубочистка, между прочим, вообще достаточно универсальный инструмент. В мыловарении я и делаю буквально все. И зачищаю швы, и царапаю слои, и исправляю госяки. Йоу! И блики ставлю. Но в этот раз, правда, поставила блики кисточкой. Так тоже можно. Но зубочистка как-то удобнее. А вообще без бликов у мыла будет такой пустой взгляд. Поэтому обязательно ставим блики белым акрилом. И на этом в целом можно остановиться. Но нет, это же единорог. У него должен быть волшебный блестящий рог. Для этого я беру перламутр и насыпаю немножечко в крышечку. Дальше разбавляю перламутр спиртом и получаю такую блестящую кашицу. Ее я и наношу на волшебный рог мыльного единорога. И, кстати, им также можно выделить копытца и пройтись по гриве. Именно так я и сделала на втором розовом малыше. Я просто залила все в один тон и выделила все нужное и ненужное перламутром. Вот он, кстати. И такие крошки у меня получились. Пишите в комментариях, какой вариант заливки вам понравился больше. А на этом у меня все. Не забывайте подписаться и до встречи в новых видео. Пока-пока!